Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности заведующей женской консультации поликлинического отделения номер 3 Люберецкой областной больницы Мария Дугина. Мария, здравствуйте! Вот скажите мне, пожалуйста, вот это же абсолютно женская история. А кого всё-таки больше в гинекологии работают? Женщин-врачей или мужчин? Ну так, по опыту. Женщин. Женщин. Всё-таки женщины больше доверяют женщине, да? Или это просто так случайно получается? Мне кажется, что это случайно, потому что очень многие женщины, наоборот, хвалят мужчин-гинекологов. То есть... Кому как комфортнее. Да. Но вот дело в том, что женская консультация – это же такой момент, когда всё-таки пациентка в данном случае, она должна довериться. Мало того, мы же с вами прекрасно понимаем, что это не просто пациентка, да? Это такое таинство, как я говорю в таких случаях, которое поддерживается врачом, да? Чтобы всё... Ну, тут сплошные нервы. Вот. И скажите, насколько сегодня женщины пользуются женской консультацией и приходят к вам? У нас полная запись, очень активно женщины пользуются. А как происходит запись? Вообще, как работает схема работы вашего отделения? Женщина может записаться к нам четырьмя путями. Значит, она может записаться через Мосрек, это специальный сайт, через госуслуги, естественно, через колл-центр позвонить. Либо в каждой поликлинике есть инфомат, в который она может зайти, ввести свой полис и записаться. Но я так понимаю, что несколько, да, у нас женских консультаций таких поликлинических? Или только вот в Люберецкой областной больнице? Да, конечно. Мы сейчас говорим о номер три поликлиническом отделении. Понятно. То есть это те люди, которым ближе, что ли, или которые живут в этом регионе? Они прикреплены к этой поликлинике, они живут рядом, потому что, естественно, чтобы посетить врача, лучше обращаться куда удобнее, куда ближе. Но если женщина срочно, и она прикреплена в Люберецкой областной больнице, она может посетить любого гинеколога. Да, ну то есть главное, чтобы это вопрос доступности. И ей, наверное, на обследование дальше будет очень неудобно ехать к нам. А, то есть правильно я понимаю, что она может зайти, например, на какой-то, ну если срочно опять же, да, вопрос жизни и смерти, что называется, а потом просто она опять может вернуться в своё, например, отделение, оно просто как-то, да, как-то документы, сейчас же, я так понимаю, у вас документы, оборот, немножко компьютерные. Да, у нас есть ИМИАС и Люберецкая областная больница. То есть я могу посмотреть любой протокол осмотра, который меня интересует, из Люберецкой областной больницы. То есть другую я не найду, скорее всего, как бы протокол, но своих коллег, пожалуйста. То есть у нас также вот когда к онкологам мы женщин направляем, когда они ко мне возвращаются, я прекрасно вижу, что они пишут и делаю на основании. И вообще вот раз мы коснулись сейчас кадров, да, ну мы прекрасно понимаем, мужья по-своему волнуются, мама, папа по-своему. Ну то есть волнуются все, иногда даже, может быть, сама будущая мама, они так волнуются, как все вокруг него. Потом наступает другой период. Мама волнуется, ну мы все знаем эти, вплоть до анекдотов и так далее. Но если говорить серьёзно, то всё-таки это, наверное, такой коллектив, у которого, ну, любой врач, да, у него свои особенности, в зависимости от того, какой клиент приходит. Но как подбирается коллектив, вот я имею в виду, именно в женскую консультацию? Это какие-то особые проходят? Или вот просто пришёл, вот у меня диплом, вперёд, иди, работай, пока до первого негативного отзыва. Нет, но когда женщина приходит, на работу хочет устроиться, её отдел кадров направляет к заведующей. И как раз-таки, ну, грубо говоря, мы делаем такой small talk, понимаем наш человек, не наш человек. Интервью такое небольшое. Да, да, да. И примерно понимаем, что, как бы, как с человеком общаться, то есть мы хотя бы на первой встрече можем понять, приятно нам, допустим, ну, грубо говоря, захотела бы я пойти к этому гинекологу или нет. А, ну так, вот через себя как бы. Ну, как бы, я когда смотрю на своих коллег, естественно, я думаю о том, что как я буду у неё на приёме сидеть, допустим. Интересно. Если так, и как бы, естественно, ну, желательно посмотреть, что мы заканчивали, как бы, когда заканчивали. То есть диплом работают? Да, конечно. То есть нельзя просто так прийти сказать, это я вот и там немножко поучилась, и там поучилась. Там документы обязательно. Высшее медицинское образование обязательно. Да, да, да. Хорошо. Ну, то есть вы смотрите из чиновничьей точки зрения, да, но все документы есть. И человеческой. То есть почему? Потому что потом, ну, чтобы не было проблем. Ну, естественно, да, то есть мы смотрим, потому что женщины потом тогда не будут ходить, допустим, к этому гинекологу или ещё что-то, какие-то негативные отзывы, в этом никто не заинтересован. Теперь вот такой ещё момент. Женская консультация, я в одной из наших программ говорил, это вот у меня было такое ощущение, когда, возможно, я тоже этими вопросами интересовался, вот, идёшь, и всё время везде такое ощущение, женская консультация, ну, как бы платная, да, частные клиники и так далее. Вот вы, вы бесплатные или вы тоже платные услуги оказываете? У нас, ну, мы бесплатные, потому что мы всё-таки к районной больнице, областной больнице относимся, но при этом у нас есть платные услуги. То есть женщина, в принципе, у нас есть прайс-лист, и внизу в регистратуре есть человек, который отвечает за платные услуги, она может всегда оплатить и прийти. Понятно. Ну, это как вот сейчас у стоматологов делают, например, мне приятель рассказывал, не в Люберцах, в Москве, удаляют зуб, значит, бесплатно. Но есть версия удаления зуба улучшенных условий. Ну что, тысяча рублей стоит, начиная там, условно говоря. Он спрашивает, так дотошно только спрашивает, а что даёт? Ну что, ну, во-первых, игла потоньше. Во-вторых, рассказываю, как есть, все вопросы к московским стоматологам. Во-вторых, значит, немножечко вещество другое для анестезии, но в целом, говорит, всё то же самое. Я уж не знаю, какое он решение принял и так далее, но такой механизм тоже существует здесь, или это немножко другое? Нет, ну вот, допустим, что у нас будет платное, это введение и удаление спирали. То есть это контрацепция, женщина покупает, её нам приносит, и введение и удаление – это платная услуга считается. То есть здесь именно чётко наши действия. Но это уже вопрос как раз другой, который рассматривается. Мы это всё с гинекологической точки зрения, можно сказать, не только про рождение ребёнка, но и когда, например, нежелательно появление ребёнка, это вот когда женщина просит, чтобы ей помогли. Правильно понимаю? Или ставится по каким-то заболеваниям? Есть ещё медицинские показания, когда показано введение внутримачечной спирали. То есть это специальная спираль. Давайте тогда поймём, что вообще входит в женскую консультацию, какие, ну, скажем, направления, помимо, естественно, рождения детей. Ну, это профилактика, как минимум. Ну, то есть… Женских заболеваний, да? Да, конечно. Ну, то есть женщина может к нам обратиться при остром своём состоянии, то есть когда у неё там острая боль, либо у неё там кровотечение, то есть она к нам всегда идёт, она же не обязательно будет беременна, допустим, в этот момент. Либо там, как любят наши особенно старые поколения, там приходить раз в год, как ушёл к гинекологу, обязательно. Проверяются, да. Да. Но ведь это так и должно быть? Нет, должно быть, да. Ну, как бы, просто периодически мы можем женщин на большее срока отпустить, допустим, на 2 года. После 69 лет женщинам, допустим, на профилактику рака шейки матки, уже мы как бы её не пускаем в скрининг. То есть онкоцитологию, грубо говоря, каждый год мы не берём. А, то есть шансов заболеть меньше. Да, уже меньше, то есть они уменьшаются. Это очень интересный момент, дайте зафиксируем. То есть когда женщине исполняется 69 лет, правильно? То вероятность рака шейки матки уменьшается? Да. Это как бы научно установлено? Да, да. То есть у нас скрининг... Это по документам? Да, это по документам, что скрининг у нас до 69 лет. Ну, а не все женщины, наверное, об этом знают и говорят, «Я хочу скрининг». Конечно, да. Да, потому что я боюсь и переживаю. Да. И тогда, что вы предлагаете, платно это сделать? Нет, я не отказываю. Вы не отказываете, понятно. Ещё такой вопрос. Ну, помимо всего прочего, мы часто с вашими коллегами, как говорится, по мужским и по женским заболеваниям, всё-таки какой организм-то сложнее? Какой опаснее, что ли? Более подвержен заболеваниям, женский или мужской? Или нет такого деления? Ну, как бы... По жизни, если, знаете, говорю, такой сейчас, как говорится, вот приходишь, смотришь, супружеская пара, сколько прожила жена, сколько прожил муж. Как правило, муж всегда проигрывает в возрасте жизни. Почему? Вот. Я, кстати, вам не отвечу на этот вопрос. Для меня просто сложнее, естественно, будет женский организм. Почему? Почему? Ну, потому что, как минимум, у нас есть... У нас выше... То есть у нас есть больше гормонозависимых органов, допустим. А, которые реагируют так? Да, естественно. Молочная железа, матка, яичники, шейка, грубо говоря, та же. Вот. Поэтому, как бы, и мы ещё в тупавок... У нас есть функция такая, как дед рождения, которая тоже нам добавляет свои нюансы. Вот, поэтому, как бы, для меня, как акушер-гинеколога, наверное, больше всё-таки женский организм будет чуть-чуть сложнее. Но без мужчины всё равно никуда. Никуда. Без мужчины никуда. Вот ещё такой гинекологический момент, который хотелось бы адресовать вам. Насколько... Я тоже периодически задаю подобные вопросы. Но интересно наше мнение разных. По такой консилиуму. Насколько женский организм, даже уже при вашем опыте работы, вот он меняется, ухудшается. Потому что экология. Едят и женщины, и мужчины у нас далеко не качественную продукцию. Я уж не говорю про неправильный образ жизни. Например, если к вам приходит девушка или женщина, которая много употребляет спиртных напитков, или, например, явно имеет отношение к какому-то нарко-направлению. Корректно скажу, сейчас везде всё опасно это называть. Но понятно, да, о чём идёт речь. Вы это можете установить как-то по внешнему виду? И насколько от нормы наши женщины сейчас отличаются? Существует норма какая? Мне кажется, что всегда видно вообще людей, которые регулярно выпивают, их видно. Ну, то есть они такие. Всё-таки у них лицо немножко меняется, грубо говоря. Повадки немножко другие. Повадки, да. То есть видно по лицу, что оно отёчное становится, такое более красноватое, как бы. А вот она приходит беременная, и вы понимаете, какая жизнь будет у этого ребёнка? Ну, я как бы со своей стороны, я постараюсь сделать всё возможное, естественно. То есть мы будем проводить с ней беседы, как бы постоянно, чтобы мы закончили. Как бы а там уже, ну, смотрение женщины. Ну, а вот вообще от нормы женщины сейчас, ну, есть же какая-то норма? Всё как обычно, ну, патологии там такое количество традиционное. Или я веду к тому, что хуже мы как человеческий организм, женский, мужской стали. Или всё как всегда. Кого-то хуже, у кого-то лучше. Да, мне кажется, что как бы понятие нормы вообще, в принципе, это сложное. То есть нормы как таковой нет, да? Да, как таковой нет, грубо говоря. Есть то, к чему мы стремимся. Если мы рассматриваем то, что там женскую репродуктивную, допустим, функцию, то, естественно, женщины стали позже рожать, женщины стали, ну, я не знаю, чего. Работать. Да, женщины стали умные, стали работать, они начинают позже рожать. А, естественно, риски, к сожалению, там, хромосомных аномалий, бесплодия, они растут, да. А вот когда самый лучший срок рожать женщине? С по? С по? Ну, как бы, сейчас поднимается этот возраст, то есть до 35 мы, как бы, желательно, чтобы женщина уже всё-таки родила. Но мы не называем их старородящей, если вы хотите сказать, нет. Да-да-да, меня уже научили, научили ваши коллеги. Ну, потому что, видимо, молодёжь у нас до 30 лет, поэтому пусть рожили до 35 лет. А когда-то в 35, а ты уже старушка. Ну, как бы, у меня есть женщины, которым 42, они беременны. Нет, это безусловно, да, это здорово, наверное. Но есть опасность какая-то, да? Естественно, да. Ну, то есть у таких женщин… Даже если роды были раньше. Да. Нет, просто наши яйцеклетки, к сожалению, то есть наш генетический материал женский, он не… он закладывается ещё в организме, в утробе матери. Понятно. И поэтому, как бы, к 40 годам у нас генетический материал становится хуже. И поэтому возникают риски именно хромосомных аномалий у плода. Хорошо. Сейчас сделаем небольшую паузу. Вот слово «плод» завершают, и мы поговорим ещё на некоторые темы с исполняющей обязанности заведующей женской консультацией поликлинического отделения номер 3 Люберецкой областной больницы Марии Дугиной. До встречи. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. У нас в гостях исполняющая обязанности заведующей женской консультацией поликлинического отделения номер 3 Люберецкой областной больницы Мария Дугина. Мария, скажите мне, пожалуйста, а как вы стали врачом? Вот вы молоды, вы веселые, вы энергичные. Вот что… ну, с другой стороны… Я почему этот вопрос, я понимаю, без подколки какой-либо. Потому что это такая, как бы, ответственная профессия. Вот я бы в жизни не стал медиком, потому что от одного взгляда на белый халат становится как-то не по себе. Хотя, безусловно, мы все ходим к врачам в любом возрасте. Почему? Что вас привело в профессию? Такой частый вопрос. Ну а как? Нам интересно. Я, как бы… у меня родители не относятся к медицине. Заметьте, я на это не намекал. Я понимаю, это просто очень часто. Так, конечно. Так, что там, как бы, наследственная династия, это уже не мой вариант. Вот. Я просто в школе понимала, что у меня там предрасположенность именно к химии, биологии, и что я более-менее понимаю именно эти предметы, что общество знания, как бы, оно было интересно, но не очень. Физика, математика явно были не моё, и поэтому я решила, что… Ещё у нас школа была при Министерском институте. Ну да, то есть немножко в этом направлении. Да, я уже… Я почему ещё спросил, потому что вы вот уделяете внимание именно внутреннему состоянию, а я имею в виду строению организма, что очень важно, потому что мы же сегодня живём как? Вот нам быть таблеточку в любом возрасте, неважно. Совсем молодой, зная, что вот что-то заболело или кольнуло, таблетка там от головы, таблетка от сердца, таблетка, я же не знаю, от чего ещё. Вот. То есть люди иногда не понимают вообще, не могут договариваться с своим организмом. Организм – это серьёзное, в общем-то, такое, ну, хотите, творение и так далее. А вы его изнутри знаете. И вот тут возникает вопрос, который я тоже задавал вашим коллегам, гинекологам, акушерам. Почему всё-таки так человеческая природа устроена, что роды – это такой больной, тяжёлый, очень сложный процесс? Почему человеческому организму не было дано, я уж не знаю, сверху или материальным миром, как хотите, чтобы раз, вот пришло время, ну, там, не знаю, уснула женщина, проснулась, она уже мама. А мы переживаем. Ну, почему? Почему так было? Хороший вопрос. Ну, между… Я просто думаю о том, что, как бы, в любом случае, ну, то есть наш организм – это очень сложная система, грубо говоря. И чтобы такая система, я думаю, чтобы получилась, нужно время, нужен путь. И, как бы, через, ну, естественно, желательно родовые пути мы, как бы, преодолеваем даже… Вот кесарево сечение, о котором знают все мужчины, которые рано или поздно сталкивались, да, с этим вопросом, сейчас оно реже происходит? Нет. Или всё-таки оно так и есть в процентном соотношении? Нет, сейчас частота кесарево сечений, ну, грубо говоря, вообще, в принципе, мы понимаем, что у нас кесарево сечение примерно более 60%, и мы, скорее всего, не уйдём от этих цифров. 60%. Значит, это говорит о том, что женщины всё-таки рожают тяжело. Это говорит о том, что мы заботимся о них лучше. Ну, то есть мы заботимся, у нас есть показания для кесарево сечения, и мы смотрим, у нас есть состояние плода ребёнка и мамы. И, как бы, мы понимаем, что на данный момент лучше, чтобы мы получили здорового ребёнка и живую маму, мы проведём кесарево сечение. ЧАФ было бы больше, верно? Естественно. И ничего нового мы не придумали, то есть мы не можем предоставить женщине возможность всё-таки родить самой. То есть всё решение принимается уже на гинекологическом столе, да? Как мы идём? Делаем на сечение или оно раньше принимается? В некоторых случаях раньше. Раньше. А в некоторых походу? Да. В некоторых походу. Да, это роды, это же непредсказуемый процесс. То есть в родах может случиться всё, что угодно. Поэтому всегда акушер должен быть на страже. На страже, что он понимает, то есть за женщиной в родах, поэтому следят акушерки, она постоянно, чаще всего сейчас происходит там, есть специальная кардиотокография, то есть мы слушаем ребёнка и по его сердцебиению понимаем, если нам что-то не нравится, и ему что-то не нравится, мы понимаем, что нам нужно всё-таки идти уже на кесарево сечение, чтобы всё закончилось хорошо. Понятно. Об оборудовании хочу поговорить, о медикаментах, потому что, ну, вы знаете, врачи у нас и любят, и хвалят примерно вот, ну, с периодичностью. Что-то не так произошло, врач плохой. Да. Произошло так, врач замечательный. Причём это может быть один и тот же человек. Ну, так вот звёзды складываются. А что с оборудованием у вас, насколько вы оснащены всем необходимым для того, чтобы кесарево сечение было поменьше? Кесарево сечение было поменьше? Да. Слушайте, я думаю, что, ну, как бы, на... У меня есть возможности, которым я могу воспользоваться, если мне нужно. То есть ещё нужно понимать, что там врачебное сообщество – это такое, которое очень общительное. И как бы, как нас учили прямо изначально о том, что всегда советуйся. Вот. То есть это всегда... Всегда консилиум маленький, да. Да, то есть если мне что-то непонятно, я позвоню своему, грубо говоря, коллеге, который будет там в другой сфере больше меня знать, либо старшему коллеге, который будет тоже, в принципе, опыта. Да, и спрошу, как он будет действовать в той или иной ситуации. И как бы при необходимости, там, я запрошу его к другому специалисту, пациента, либо я проведу какое-то дополнительное обследование. То есть в этом плане... Хорошо. Вот есть ещё такая теория... Что-то хочется пофантазировать иногда. Да. Есть такая теория, что... Ну, и логика в этом, безусловно, есть. Хотя вы математику не любите, а я когда-то любил. Но логика подсказывает, смотрите, для того, чтобы появился замечательный человек, плод, да, плод любви, плод, там, ну, просто новая личность, новая душа, а столько всего должно произойти, столько должно стечение обстоятельств произойти, чтобы это вот... Мы же не говорим ещё о теме женщин, которые пытаются родить ребёнка и второй, и третий, и четвёртый, а многие делают и десять раз. Вот. И всё-таки наступает этот период. Почему бы... Да, так вот есть теория, что мужчина в этой цепочке рано или поздно исчезнет, и якобы появится самопроизводящий завод. Ну, в принципе, женский организм уже в какой-то степени есть эта заготовка. Вот как вы считаете, может быть такая эволюция, что вот эти ненужные цепочки уйдут? Ну, я читала тоже об этих случаях, что, как бы, сейчас это всё-таки, но я думаю, что, ну, если мы к этому придём, то очень нескоро. Нескоро. Но это было бы хорошо, или это было бы плохо, или так трудно этими мерить словами? Да, мне кажется, во-первых, трудно мерить себя словами. Я веду чувством. Да, да. Вот отличается ребёнок, как вы считаете, рождённый в любви? Ну, опять же, не обязательно, что там люди, как вот некоторые думают, что вот мы узнали и сидим, и ждём теперь, кушаем правильно, питаемся правильно, вернее, значит, там, не курим, но ведём здоровье. Ну, бывает же по любви и случайно дети происходят. Да. А бывает не по любви. Вот есть какая-то разница? Или на ребёнке не сказываются в итоге наши чувства? Мне кажется, что больше это всё-таки зависит от того, как мы к нему будем потом подноситься. То есть тогда, когда всё-таки он появляется на свет, мама уже его видит, мама его чувствует, и уже всё-таки 9 месяцев у нас не проходило. Мы же знаем истории, когда мама даже... Отказывается. Ну, отказывается это вообще, даже не хочется об этом говорить, хотя у нас такие были встречи, мы обсуждали эту тему. Когда мама после родов, ну, опять же, кино нам показывают, все довольны, все весёлые, все смеются, а бывает, что мама долго даже не может к ребёнку привыкнуть. Это правда так? Да, бывает. Даже о какой-то идёт, ну, если не отрицание, то негатив. Ну, это не то, что они хотят. Мне кажется, что это больше страх. Ну, то есть мамы же, они всё-таки в послеродном периоде не устают, потому что ребёнок в какой-то момент... Он не может им ничего сказать. Мы же привыкли, как что, если нам что-то не нравится, нам говорят, а тут как бы нам ничего не говорят, но только максимум плачут, и всё. Ты не понимаешь, что с ним делать. То есть мне кажется, что это больше растерянность, страх и усталость. Тут психологическая нужна, да, история, чтобы мамочку успокоить, что всё будет на... Это ваш, ваш этот. Потом ещё, знаете, ещё один миф. Кстати, не обсуждал его, а очень часто целые фильмы и кино, наверное, догадываетесь, о чём я говорю, это когда путают детей. Сегодня невозможно путаница детей, чтобы кино очередное снять. Как вообще? Вот ребёнок родился дальше, куда его отправляют? Он рождается, он сразу, во-первых, к маме кладут, ну, прикладывают к груди, мама смотрит, вообще понимает, что с ним произошло. Таким да, да. И его отводят, ну, как бы уносят в маленькую комнатку, и вот там сразу мерят, то есть там смотрят его, неонатолог всегда оценивает, и сразу же ему на ручке браслетики с именем мамы. Всё. А браслетики женщина принесла, у неё 10 браслетов. Что-то она перепутала, и вместо Васи Вадик получился. А почему же здесь Вадик делает? Ну-ка, нет, такого не может быть? Нет, нет, такого не может быть. Да. То есть это точно? Да. Это очень такой важный момент. Ну и возвращаясь, завершая тему, серьёзная ещё страничка, насколько Вы помогаете женщинам, у которых бесплодие? Вот есть у Вас возможности, точно говорю, которые добиваются? Насколько я знаю, банк спермы по-прежнему существует, что это не фантастика. То есть разные способы. ЭКО, наверное, да, куда-то Вы отправляете или сами? Да, нет. Как работает вот схема борьба с бесплодием, скажем? Ну, женщина приходит на приём к нам, там, жаловалась о том, что она там от года не может забеременеть. Если она приходит и говорит, что она не может 2 месяца, мы говорим, иди ещё пытайся. Всё ещё впереди. Начинаете прям сегодня, да. Ну, как бы, да, если мы выясняем, что больше года она не живёт регулярно, что она живёт регулярно половой жизнью, у неё не получается беременность, мы проводим, да, обследование, да. То есть при необходимости, то есть есть ряд показаний, обследований, если мы понимаем, что всё-таки это, ну, то есть какое-то определённое бесплодие, мы что-то можем скорректировать самостоятельно. Мужской фактор, отлично, он достаточно хорошо лечится. То есть мы отправляем тогда мужик-андрологу и ждём. Вот. И при необходимости отправляем к репродуктологу. Репродуктологи там достаточно быстро этим всём занимаются, женщины там собирают анализы и в попытку вступают. То есть сейчас это достаточно доступно. А сколько процентов сейчас бесплодия, ну, вот вы говорите, у мужчины или у женщины, больше процентов увеличился, ну, как это, излечения или возможности заведения ребёнка? Да. Я не скажу вам в цифрах, но типа увеличивается. Но больше 50% в случае. Вот 100% пришли 10 бесплодных женщин. С 10 бесплодных женщин сколько, ну, так, может? Смотря просто с какой попытки. То есть не всегда. То есть мы говорим о том, что если я далеко... В принципе, все 10 могут, да? Одна может с первой, а вторая может с... Ага. Ну, то есть сегодня женщины, которые хотят ребёнка, которые мечтают об этом, шансы у них всё-таки увеличиваются. Да. Помогает, да? Помогает. Да, в том числе и вы. Ну, вот на этой... И, в том числе и я. Да. Ну, я имею в виду вы и ваши коллеги. На этой замечательной ноте мы, наверное, будем завершать. Напомню, что у нас в гостях исполняющие обязанности заведующие женской консультацией поликлинического деления номер 3 Люберецкой областной больницы Мария Дугина. Но самый последний вопрос, всё-таки слово «таблетка» прозвучало. А это как вот приходит к вам, значит, огромный тюк всего? Пелёнки надо с собой брать, всякие мази, гели, таблетки, я уж не знаю, чего, чайник с собой надо брать или как? Нет. Ну, как бы, сейчас мы идём к тому, что нас обеспечивают. Но, как бы, если женщина там... Ну, таблетки, естественно, надо будет покупать, ну, как бы, сама. Вот. Но, как бы, витамины, допустим, для беременных, вот мы выдаём первый раз при постановке на уроке. Первый раз. Да, при постановке на учёт, как бы, мы сейчас идём к тому, что мы первый раз выдаём женщинам. Ну, в общем, если происходит что-то вот срочно, то, конечно же, включается всё необходимое, что-нибудь, да. То есть на сегодняшний день вы оборудованием довольны. Я вот к этому... Да. Ну, знаете, как всегда аппетит это великий. Да, 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 да. Спасибо огромное, Мария Дугина. Это была программа «Открытый диалог». Всем всего самого доброго и хорошего настроения. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова